А сейчас хочется поговорить о том, что часть стран отвернулась от нас, а с какими же странами сейчас можно и нужно работать и какие есть перспективы у отечественных предпринимателей, производителей. Об этом я попрошу рассказать Алину Валерьевну Владимирову. Это научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Прошу приветствовать. АПЛОДИСМЕНТЫ На этом слайде мы видим, в какие страны и в каком объеме идут поставки сои из российских регионов. Желтым цветом отмечен экспорт в Азию. Основным партнером, конечно же, является Китай. Есть и другие страны Востока, но только не страны Юго-Восточной Азии. Если мы посмотрим не на экспорт, а на импорт, то ситуация немного лучше. Например, страны ЮА есть в списке импортеров промышленного оборудования, а это одна из важнейших категорий для Амурской области. Но, опять же, Юго-Восточная Азия далеко не в лидерах. Наблюдая подобную картину, логично предположить, что, возможно, странам ЮА нечего предложить нам, и им неинтересны те товары, которые производит Россия. В своей сегодняшней презентации я хотела бы показать, что это не так. Мы можем успешно торговать со странами Юго-Восточной Азии. Однако, стоит уточнить следующий момент. Та статистика, которую мы видели на предыдущих слайдах, она касалась только российских потоков экспорта и импорта. А если мы, допустим, отрисуем полную сеть поставок, как в данном случае, сои, и затем выделим желтым цветом страны Юго-Восточной Азии, то станет совершенно очевидным их значение и как экспортеров, и как импортеров. Поэтому, в общем, я считаю, что на эти данные имеет смысл посмотреть. Однако, в Юго-Восточной Азии у нас находятся 11 государств. И эффективно налаживать сотрудничество сразу со всеми вряд ли реально. Необходимо расставить приоритеты. Поскольку доступ к торговой статистике России за 2022 год временно ограничен, используем данные за 2021 год. На тот момент наилучших результатов нам удалось достичь в российско-вьетнамской внешней торговле. Между тем, если мы посмотрим на темпы роста товара оборота, то впереди с большим отрывом окажутся Индонезия и Сингапур. Причем у первой страны рост объемов торговли больше соу за счет импорта, а у второй за счет экспорта. Кроме того, есть еще целый ряд свидетельств, которые позволяют нам поставить вопрос о том, что не Вьетнам, а именно Индонезия, может рассматриваться как самый надежный и интересный партнер России в Юго-Восточной Азии. Среди этих свидетельств особенно примечательным является то, что в 2022 году товарооборот Вьетнама достиг рекордного показателя в 732 миллиардов долларов. Но вьетнамские СМИ сообщили, что экспорт в Россию упал на 60% из-за введенных против нас санкций других стран. На этом фоне торговля с Индонезией продолжала расти примерно теми же темпами, что и в 2021 году. Более того, мы сейчас наблюдаем активизацию переговоров по соглашению о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Надо признать, что даже при такой динамике пока российско-индонезийские внешние торговые связи не выглядят впечатляющими. Однако, если мы говорим только про регион Юго-Восточной Азии, то Индонезия уже стала там нашим надежным партнером. К сожалению, этот факт часто теряется, если мы смотрим на общий список торговых партнеров, особенно если это данные российской таможни, а не индонезийской. Да, невозможно отрицать важность того, что в последние десятилетия именно у Сингапура неизменно наибольшая доля в торговом обороте стран Юго-Восточной Азии. А Вьетнам показывает действительно выдающиеся результаты в развитии своей внешней торговли. Но даже с учетом достижений этих стран и активного экономического роста других членов Азиан, Индонезия не теряется на их фоне. Ее доля постоянно растет, равно как и возрастает значение внешнеторговых отношений с Россией. Поэтому, на мой взгляд, ответ на вопрос, с кем стоит торговать, очевиден. Осталось только решить, чем. Судя по этому слайду, мы завозим пальмовое масло, код 15, а вывозим в Индонезию минеральное топливо, код 27, и удобрение, код 31. Но пока такие диаграммы достаточно редко встречаются в отчетности по товарной структуре, и, как правило, показатели по этим категориям просто суммируют. И тогда эта статистика выглядит вот таким вот привычным для всех нас образом. Для представителей Амурской области должно быть приятно видеть, что промышленное оборудование на втором месте в российском импорте из Индонезии. Что же касается товаров, торговля которыми растет быстрее всего, то наилучшая ситуация складывается с продукцией агропромышленного комплекса. В этой таблице эти категории выделены желтым цветом. И это верно как для экспорта, так и для импорта. В заключение, хотелось бы сказать, что успешный российский бизнес в Индонезии – это не сказка. Каждый раз, когда на улицах Благовещенска вы видите такси «Максим», вспоминайте о том, что это сейчас одно из самых популярных такси у индонезийцев. А их сейчас уже 274 миллиона. Это почти в два раза больше, чем жителей России. Вполне себе достойный рынок, не так ли? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.